Трапеть указочный свет, совсем легкая, свяжают судельники выставы, чаровная шкатулка, которая напереда не отбылась у кинотеатра «Беларусь». Сувениры ручной работы, жаночьего пригоживания и предметы хатного декора оценивала наш корреспондент Мирослава Маньковская. В опыше время выходят в моду сувениры, которые зауседы будут лепшим подарком на свято и храниться позитивных эмоций в доме. На выставе выробы уручной работы майстри города над Бухом представили больше за 30 видов пригожих дробязев. Я всегда хотела организовать что-нибудь подобное, потому что сама очень люблю хендмейд. Все, что сделано именно руками, именно с любовью, именно что-то необычное, что-то эксклюзивное, чтобы выделяться как-то из остальной массы, скажем так, девушек. У нас представлены игрушки, бижутерия, предметы интерьера, также будет мыло, сладости, украшения различные также для волос. А кроме асувенированной выставе пропоновывали аквагрым и мастатства мехенти. Их яркие колеры особливо порадовали маленьких брастаучан, які адменно выделялись из-за рот остатних новедовольников выставы. Называется это в идеале мехенти. Это такое индийское искусство красоты. Нанесение гармоничных рисунков на кожу. Хна – это еще естественный продукт. Это натурально, безопасно. Привлекает как минимум хорошее настроение, как максимум благополучие, красоту. Сейчас пошла мода на изделия ручной работы. И как-то хотят люди друг друга удивить, какими-то подарками, сувенирами, сюрпризы сделать. И я думаю, что это самый лучший вариант такой для людей. Ты, кто пришел оценить сучастную сувенирную продукцию, чакал сюрприз. Розыгрыш 20 видов выработал. Методом выпадковости были выбраны переможцы, які отримали прихожие подарунки. Мирослава Маньковская, Александр Севицкий, областные новины, Брест.